Всем привет! Вы на канале Парф Полочка. Сегодня я вам хочу рассказать об ароматах, которые были последними куплены в мою парфюмерную коллекцию. И вторым видео я для вас запишу ароматы из моей сумочки. То есть это те ароматы, которые со мной в повседневной жизни гуляют по городу. Итак, начнем с ароматов последними новинками, вставшими в моей коллекции. Итак, начну с бюджетных линеек. Это Новая Заря. Я знаю, многие мои читатели, многие мои подписчики любят данный парфюмерный дом. Новая Заря — это наше парфюмерное детище. И начну с аромата сезона, сезон мечтаний. Так как когда я покупала подарок, я была в магазине Новая Заря. И сезон мечтаний — это аромат, который зацепил меня. У него есть крышечка, причем очень даже неплохо сделана. Она металлическая. То есть выполнен аромат, флакон, достаточно хорошо, достойно. Здесь, конечно, не магнитная крышечка, но видно, что заморочились и создали что-то интересное. Украсили просто, но опять же украсили. Все, надпись здесь. Это парфюм, концентрация. Сезон Дереф. Значит, это у нас мечтание. У меня есть сезон желаний. Это аромат сладкий, мускусный, фруктово-цветочный. Композиция очень интересная. У меня ее дочка носила. То есть сносила не так много, но и немало при нашей большой коллекции. А этот аромат у меня настаивается. У него пока небольшая стойкость, но он стал в мою коллекцию достойным представителем. Далее аромат. Это пачули дор версия лайт. Это те самые золотые пачули, только в более носибельной версии. Они шли вот в таком мешочке. Я считаю, что это тоже совсем неплохо, учитывая, что стоимость у них до тысячи рублей. Я думаю, что это очень достойная композиция. Пачули здесь действительно шоколадные. Они не такие камфорные и землистые, которые мы ожидаем. В обрамлении цветочного букета здесь и ланг-эланг, здесь и розочка. Все очень ладненько, слажено на такой древесно-амбровой подложке. Все очень-очень красиво. То есть для повседневной носочки в сумочку это вот прям очень приятно. Красивый аромат. Далее аромат Ноктюрн Верт. От него есть коробочки. Это вот к этим ароматам мы к ним вернемся. Это вот от сезона желаний коробочка. Очень-очень достойная. То есть она и целлофания и соответственно заморочились все-таки. Эта стоимость там была до 2000 рублей 1690 что-то такое. И здесь примерно такая же стоимость Ноктюрн Верт. Здесь история про миндаль. Тоже украшена очень аккуратненько. Да простенько может быть. Но опять же люди заморочились. Красивая металлическая крышечка. она внутри красная алая даже. Может быть аляписто кому-то покажется. Но флакон он со штамповкой стекло. То есть он такой очень красивую форму имеет. Красивую форму имеет. сам флакон не стыдно поставить на парфюмерную полочку. Вы сами знаете что в принципе у многих есть заморочки по поводу флаконов кирпичиков. Что многим он не нравится. вот пожалуйста есть такие флаконы которые выглядят не как кирпичики. Хотя я не знаю мне кажется очень удобно в сумочке носить такие ароматы когда они вот именно в такой версии концентрации парфюм. Как например сезон желаний и сезон например почули дорлайт. Конечно такую падейку не положишь но это для полочки. Почему я вам показала сначала ароматы от новой зари. Это еще не все ароматы. Я вам сейчас разрежу немножечко обстановочку и покажу еще два аромата всех стразах это следуй за мной ночь и день. Два аромата они с ирисом. Итак далее я продолжу свой рассказ еще двумя ароматами follow me следуй за мной ночь и день но я бы их поменяла местами честно говоря вечерний для меня больше вот этот аромат а дневной вот этот валом флаконе стекло единственный их минус они неустойчивые у них вот если их чуть-чуть шатнуть они у меня уже падали но им ничего как ни странно они не разбились стразики все на месте стразиками выложено ну то есть на полочку если поставить это действительно очень красивые флаконы со стразиками сваровские здесь они украшают звездочку то есть я вам когда-то рассказывала про аромат он лью и там тоже такая звездочка была украшена стразинкой ну красиво ребята новая заря меня радует я вам на контрасте сейчас покажу упаковки новой зари просто специально поставила здесь упаковки вот следуй за мной я уже сняла просто целлофан следуй за мной день и следуй за мной ночь ну что я вам скажу ребятушки ароматы красивые разобрать их на ноты я бы не стала этого делать если есть желание я вам ставлю пирамидки но он слышится аромат цельной композиции приятной цветочной мускусной на древесной подложке то есть все это есть амбра дерева есть эти компоненты здесь есть соответственно хороший цветочный блок новозаревская база звучит неплохо ребята кто не знаком носите это в сторону эскады такая вот легкая ненавязчивая композиция мне очень они нравятся но вот этот аромат он более плотный здесь он более такой воздушный и вот аромат сезон мечтаний я вам уже показала да упаковка а сейчас на контрасте вам сейчас покажу композицию не за тысячу не за две за 22 ля лабо пожалуйста купли моим супругам мне в подарок аромат я очень хотела мне он нравится это такой укропно-сандаловый букет необычный многим он может рассолить кто понимает он соленый аромат аромат больше наверное на лето освежающий аромат свежий это фужер я бы его так описала в нем явно слышен укроп но о чем я хочу вам сказать вот упаковка мы все хаем нашу ну не мы а я читателей общаюсь с читателями и многие любят новую зарю но многие фукают и вот когда мне попадает в руку вот такой парфюм да вот с таким простым оформлением вот честно я его на полочку ставлю вот в дальний угол мне не нравится их оформление мне не нравится их единственное мне нравится аромат действительно такого аналога я не знаю если вы знаете скажите но вот вот это вот все я не буду вам говорить где я его покупала да где супруг его покупал потому что у меня были вопросы вообще к парфюму в целом у него и мне ответили от официального производителя от поставщика данного парфюма что не соответствует серийный номер с серийным номером флакончика то есть бачкод все пробивается все как положено это не поделка меня уверили в этом то есть это достаточно известный интернет магазин я не буду называть мы с ними общаемся как бы все пообщались они не отказали в том чтобы ответить мне на все мои вот эти вопросы что действительно так производитель относится то есть упаковка делается в одно время флаконы в другое и могут не соответствовать коды ну вот так как-то и мы еще что-то говорим о новой заре я считаю вот это вот вам на контрасте чтобы мы делали выводы наверное это вот для нас людей кто умеет анализировать кто умеет обладает каким-то критическим мышлением а я не скажу что композиция по техническим характеристикам например вот в этом флаконе хуже чем композиция по техническим характеристикам вот в этом флаконе ребят это вам наподумать о цене да 22-2 как бы развивайте нос это единственный мой совет развивайте свои альфакторные навыки и вкус парфюмерный наверное тогда мы сможем отличать хорошее от плохого я не хочу сказать что это плохо это хорошо но это не стоит 22 тысячи рублей я вам честно могу сказать и мне например очень нравится и я радуюсь что у нас что-то осталось и как заверили меня в магазине новая заря что у них их оповесили о том что будет дальше работать и производство просто его перенесут за пределы города москвы так что я бы хотела вам еще показать ароматы которые меня впечатлили аромат который мне подарила моя подруга и его оригинал да это арабские эмираты это оригинал black opium это парфюм ну здесь я вам так скажу очень приближенная копия вот к этому стойкость пока небольшая но к ним есть дезодорант шел в наборчике то есть красиво упаковано все интересно и jenny glow называется он представлен был еще в сетевом магазине я их тестила пробовала смотрела это просто это люксово это копии на люксовые ароматы если например сейчас какого-то аромата нет вот знаете что вот эти аналоги они вроде как неплохие ну вот я например пробую пробую ношу у меня есть и black opium оригинальный но вот для вас для моих зрителей я обязательно покажу потому что может быть jenny glow opium так и называется эмирата я конечно не фанат копий но как говорится для читателей для зрителей всегда говорю чем можно заменить потому что купить например оригинал и купить копию я всегда стараюсь найти для вас что-то хорошее и то что мне подарили я думаю что друг не стал подарить плохое поэтому показываю вам энкорнуар аромат с красивым ветивером он даже на грани как будто это бобы тонка мира что-то такое в звучании на моей коже и я его очень люблю это тот аромат с которым у меня ассоциируется какое-то спокойствие умиротворение я люблю его слышать с мужа но я иногда по настроению могу подойти к его полочке и взять его нанести на запястье и просто например сесть за руль очень классный аромат он простой но это тот момент когда аромат с нишевым звучанием нас долго пугали тем что лалик эти ароматы уберет у меня есть еще женская версия с лавровым листом очень красивый ваниль тоже с нишевым звучанием тоже покажу носила и на этой неделе они меня выручали спасали я их даже в паре наносила и я миксую ароматы я знаю как это делать правильно могут многие отнекиваться и говорить что это нельзя делать и все такое я не могу с вами согласиться потому что я миксую я слышу ароматы я вижу как их можно между собой комбинировать и считаю каждый делает и волен делать так как ему нравится итак поедем дальше ароматы с которыми я хотела вас познакомить также являющиеся моими новинками сзади наверное видно в кадре упаковочки очень достойно сделаны упаковочки у эсцентрика и у энджи это две мои новинки прошлого месяца я их не помню показывала или нет этот аромат про вишню но вишню такую сливочно ирисовую чуть запудривающуюся энджи здесь история про инжир она тоже такая сливочная у них где-то база даже очень даже сходная и вот эти два аромата я бы обратила на эсцентрик это новинка вообще 23 года итак упаковки у бюджетной линейки вот такая простая упаковка с лажаментом бархатный лажамент сюда вставляется например что здесь ваниль давайте вставим ваниль вот так идет достается очень аккуратненько считаю очень достойная ниша ваниль это в направлении лиры в направлении девушина дольче и габбана ну вот упаковка простая но больше всего мне нравятся вот эти упаковки с металлической плашечкой открывающейся здесь тоже лажаменте бархатной и сюда идет это у нас энджи давайте энджи сюда и поставим то есть все очень очень красиво то есть я храню по-разному бывает на полочке бывает убираю вот и закрывается то есть вот такая упаковка мне нравится я считаю за свои деньги это очень классная ниша они плотные ароматы у них классные технические характеристики их носить одно удовольствие но для меня ароматы франко бокле ну это классно ребят обращайте на них внимание я частенько говорю об этих ароматах потому что в моей коллекции их много как и ароматы в трусарде я люблю и бокле и трусарде ну еще расскажу вам об любимом о любимом доме своем Christian Dior и об аромате 1947 Ulook его сейчас перевыпустил уже Франсиск Курджан у меня еще старая версия Франсуа Димаша если я не ошибаюсь исправьте если я ошиблась но мне кажется я не ошиблась здесь версия немножечко с ретро звучанием немножечко какой здесь Иланг-Иланг Боже мой кто не любит Иланг-Иланг ну я думаю можно не пробовать а те кто любит Иланг-Иланг те кто любит розу те кто любит композицию акварельную но в то же время такую не сильно плотную но в то же время ладно скроеную сшитую звучащую не отдельными нотами а цельным букетом он и желтый и белый и розовый здесь и жасмин здесь и роза здесь и Иланг здесь и возможно какие-то мимозные оттенки я вот всю эту цветочную композицию разбить отдельно на каждый цветок не могу настолько он вот красивый те кто пробовал новую версию говорят что он альдегидный уже стал и с этим мне сравнить с этой версией поэтому я очень его берегу люблю это уже второй аромат из бутиковой линейки Christian Dior у меня есть еще Dior Amour это два моих любимца я их просто вот ношу можно сказать по праздничным каким-то событиям они у меня ассоциируются с праздником ну и естественно в те дни когда я хочу какой-то праздник в своей душе услышать как и например Chanel 19 у меня такая же история с ним почему я достала Chanel 19 потому что это не новинка это у меня уже был аромат Francine аромат это Francesca Dior здесь единственная очень красивая коробочка но неустойчивый ложемент она может выпасть вот такой кристаллик с зеленым фужером с красивым я о нем писала в своем телеграмм канале это ветки стебли это все в направлении Chanel 19 то есть Chanel 19 он более такой пудровый ирисовый с ним здесь тоже ветки а здесь более явный вот этот отзвук с соком то есть это более такая современная версия и вот два этих аромата я вам тоже покажу они вот сейчас я их ношу то есть вот эти все ароматы которые я вам сегодня показываю я их ношу сейчас вот именно в этот промежуток времени и так это Francesca D'Aleur Francine Francine может быть Francine не знаю если вы знаете как правильно напишите мне так еще аромат который был подарен моей дочке это аромат Moschino Toy 2 Pearl все хотели его попробовать он долго к нам ехал в Россию его долго не было и когда же он пришел его начали хейтить ребята кто начал хейтить те кто помнят ту самую версию Light Bloom от Dolce & Gabbana вы на старте встретитесь с ним но если он у вас постоит так как у меня он уже постоял он пришел в нашу коллекцию в рядах первых просто я не снимала о нем я вам скажу так это это те духи ну конечно это не концентрация а духи это De Parfum которые в дальнейшем раскрываются белыми цветами и интересен он в маркетинговой пирамиде указана нота соли морской и нота песка фрейзия насколько я помню фрейзию отчетливо можно услышать даже с магнолиевыми оттенками то есть есть здесь такие компоненты которые дают это ощущение в раскрытии но на старте ребята да вас встретит тот самый Light Blue из 2000-х так что вот кто хочет немножко обновить свои альфакторные ощущения присмотритесь он классный я ничего плохого сказать не могу а Moschino той-два Перл вот ничего ребята рекомендую к ознакомлению кто любит такое направление мускусное такое свеженькое вот вполне себе имеет место быть и так ребятушки на этом я с вами прощаюсь рекомендую вам подписаться на мой Дзен Телеграм Ютуб Рутуб на все каналы и все что есть ссылочки под описанием вы можете также знакомиться с моей поэтической страничкой литературной страничкой так как я работаю еще в процессе над романом посвященной парфюмерной тематике и он у меня еще находится в работе и в связи с этим я окунулась в парфюмерию очень глубоко и те кто знают меня близко также уведомлены об этом и так приступлю к съемке сразу следующего видео для вас всех люблю ваша Юля и пока-пока